Ситуация в мире тревожная. Войны, коррупция и бедность еще больше подрывают глобальную стабильность. В то время как положение продолжает ухудшаться, закипает гнев. На базе этих конфликтов возникла новая угроза, стремящаяся воспользоваться растущими гражданскими беспорядками. Они известны под именем Амбра, безликая организация, которая хочет установить новый мировой порядок. Чтобы завоевать общественную поддержку, они утверждают, что пропагандируют эголитарную утопию. А за кулисами Амбра организует смертоносные террористические атаки, чтобы породить еще больший хаос и ослабить правительство. Ценой многих невинных жизней. В то же время они взламывают социальные сети, чтобы дискредитировать мировых лидеров и сплотить людей вокруг своей идеи. Под невероятным давлением, мировые лидеры объединились, чтобы создать новое интернациональное межведовственное подразделение для противодействия Амбра. Ясно, что, играя по правилам в этом бою, не победить. Лидер этого необычного отряда должен будет завербовать элитных бойцов со всех уголков света, включая преступный мир. Будучи командиром этого, не имеющего аналогов отряда, вы должны положить конец хаосу, который сеет Амбра. Добро пожаловать в Том Клэнсис Элит Скват. Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Как вы поняли, сегодня мы поиграем в новую игру, которая называется Элитный Отряд Том Клэнсис. Ну что ж, давайте посмотрим от компании Юбисофт. Добро пожаловать в элитный отряд, командир. Меня зовут Игл Уан. Мне поручили организовать эту операцию. Мы нуждаемся в вашем профессионализме, чтобы вербовать солдат, создавать отряды и вести их в бой. Только так мы остановим угрозу Амбра. Пока еще есть время. Кстати о солдатах. Два наших первых рекрута уже прибыли. Монтажн уже долгое время является надежным оперативником команды Радуга. Но он без колеманий присоединился к нашей борьбе против Амбра. Так, активировать его можно, да? Страж ответственный. Окей, рейтинг наука 94. С тяжелой броней и практически неразрушимым Лер-Рок, он великолепный страж на передовой, который прекрасно снижает урон и защищает свою команду. Как только слухи об этом проекте достигли отряда призраков, Алекс Нолан настоял на том, чтобы присоединиться к команде и постоянно ищет возможность проявить себя. Поддержка, выносливость. Ага. Окей. Берем. Он невероятно умен и, несмотря на свой возраст, обладает огромным опытом. В качестве поддержки на толовой линии он сделает все возможное, чтобы поддержать здоровье и боеспособность отряда. Агент спецотряда Меган Коллинз запрашивает немедленную эваку... Тюрьма... Я под сильным обстрелом. Они виз... Кто-то, короче, нас вызывает. Это Игл Ван. Как слышно? Как слышно? Черт, сигнал потери. Но, думаю, мы услышали достаточно. Подготовьте отряд, командир. Пора за работу. Как скажете. Я думаю, что многие знают, да? Серию игр от Том Клэнсиса. И теперь настала пора мобильной версии. Давайте посмотрим, насколько у них это хорошо получилось. Так. Командир. Командный дрон на связи. Нанесите по этим солдатам воздушный удар. Окей. Ну, давай вот так вот сделаем. Хо-хоу. Типа наведение было, да? Безупречно. Отряд уже на подходе. Используйте барьер, чтобы защитить Мэган. Ну-ка. Ага, силовое поле. Так. Она практически всех тут сама завалила. А вот и отряд мой подоспел. А, тут еще враги. Так, ну-ка, давай попробуем. Замечательно. Ребята, но я не могу управлять солдатами. Могу только отдавать команды на щит, на воздушный удар. А остальное все они сами делают. Отличный командир. Агент, которого вы спасли, была так впечатлена вашей работой и своим спасением, что запрашивается о вступлении в наш отряд. Мэган Коллинз была частью второй волны агентов спецотряда, задействованных после атаки в Нью-Йорке и в бою на отнюдь не новичок. Ну что же. Я думаю, нам хорошие бойцы пригодятся. Имеет две звезды. Рейтинг 23. Чтобы узнать, что на повестке дня, первым делом откройте список задач. Наша первая задача вернуться к секретной тюрьме и подавить мятеж. Понял. Показать. Сводка содержит важнейшие данные, которые мы собирали о задании. В том числе о вероятных противниках. Давайте подготовим отряд. Ну что же, давай подготовим отряд. Я разве против? Мэган уже подготовленная. Добавьте ее в отряд и пора отправляться в бой. То есть мы теперь втроем, да? У нас есть медик. Стрелок, получается, и страж. Так, мы на вертолете. Ладно, давай смотреть, что здесь нас поджидает. Когда шкала заряда умения солдата заполнена, он использует свое уникальное умение. Монтажен провоцирует врагов и уменьшает урон. Аликс Нолан восстанавливает здоровье, а Мэган наносит урон от умения своей переносной турелью. У нее есть турель? Так, ладно. Ну да, я вижу, что стражник действительно ставит щит. Он еще идет как провокатор. Так, разбомбили. Босс. Вирджил. Задействует АДС дрона из рюкзака, который стреляет по текущей цели, выпуская узкий тепловой луч и нанося урон задетым врагам в размере 70% от силы умения. Так, он страйкер и выносливый. Опа, ничего себе он хочет сделать. Блин, тихо, тихо, тихо. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем для начала. И надо поставить щит. Блин, да он достал. Сейчас Мэган подобьет мне. А, нет, мы его подбили. Так, щит ставим на Мэган. Стойкость 50% в плюсе. И авиаудар. Тьфу, на изи. Мы разобрали, даже не помочь. Победа. Так. Каждая победа в компании будет приносить вам опыт командира. Если вы заработаете достаточно опыта, то повысите свой уровень командира и откроете новые функции для отряда. Угу. Одержав эту победу, вы выполнили свою первую задачу. Вернитесь к списку, чтобы получить награды и узнать, что делать дальше. Вы можете забрать свои награды прямо из списка задач. Ага, забрать. Отличная работа, командир. Вы повысили свой уровень. Хм. Так, и что это мне даст? Пока ничего, абсолютно, да? На третьем уровне будет режим гильдии открыт. Повышая свой уровень командира, вы будете зарабатывать больше преимуществ и наград, а также откройте новые функции. Теперь, после повышения уровня, вам нужно проверить своих солдат. То есть, повышая уровень яка, командиры и солдаты тоже, что ли? По мере вербовки солдат, вы сможете просматривать всю информацию о них здесь, в списке солдат. Обучение повышает уровень отряда до вашего текущего уровня командира. Ага. Обучить. Так, 400 монет, да? Требуется. Замечательно, рейтинг навыка вырос. Быстро обучите остальных бойцов отряда. Оу. Так, давай. Подтверждаем. Он тоже получает второй уровень. И у нас еще есть один боец. Вот он. Подтверждаем. Теперь, когда отряд полностью обучен, отправляйтесь обратно на базу, чтобы мы могли вернуться к делам. После прошлой победы поступили новые задания. Амбра не расслабляется. И нам некогда отдыхать. Ага. Слушай, я могу как-то улучшить графику, нет? Наверное, пока не могу. У вас хорошо получается, командир, но всегда можно сделать больше. Продолжайте кампанию. Угу. Так, боссы, боссы. В бой, конечно же. Да? Пойдем. То есть тут на каждом уровне боссы. Во время подготовки отряда вы также можете посмотреть и изменить боевой приказ, выбранный для боевого дрона. Сосредоточить огонь. Приказывает вашим солдатам сфокусироваться на выбранной цели. Это отлично подходит для поражения приоритетных целей. Этот приказ очень пригодится в следующем задании. Ага. Сохраним. В бой. Так, ну что, ребята, у нас с вами новый, так сказать, есть перк. Надо будет его проверить. Сосредоточить огонь. Мы опять с тобой прибыли на какую-то базу. Так. Шон Робертсон. Это босс. Случайно применяет минус 100% в броне, минус 80% в броне или 60% в броне всех врагов на 5 секунд. Нифига ты, чувак. То есть понижает нам броню. Используйте сосредоточить огонь, чтобы избавиться от провокаций и сфокусироваться на приоритетных целях или врагах, у которых осталось мало здоровья. Похоже, в бою есть медик. Атакуйте его, или он будет восполнять здоровье врагов. Ага, я понял. Вот он, медик. Мы его пометили. А, и весь огонь идет именно на него. Шикарно. Так, давай-ка. Айвил удар. Безупречно. Хе-хе-хе, один остался. Ну, что ты там делаешь? А, он мне понижает броню. Ну, мы его сейчас, наверное, разбомбим все-таки. Так, медик пошел лечить. Красавчик. А что так мало лечишь-то? Эй. Так. Все, мы его завалили. Я смотрел, как Меган хотела дрон выбросить, но не успел. Победа. Также на три звезды. Еще одна убедительная победа, командир. И на этот раз вам удалось собрать компоненты снаряжения. Из них вы можете изготавливать предметы снаряжения для своих солдат. То есть я смогу еще снаряжать их? Откройте список солдат, чтобы видеть, кому что может пригодиться. Мы отбросили Амбра назад, но слишком многим опасным преступникам удалось скрыться. В поле зрения оставался только один из них. Как мы впервые встретились с Кода. Те временем ситуация была еще хуже, чем ожидалось. Игл-1 перехватил радиопереговоры. Он приказал нам отвезти Кода обратно в штаб для допроса. Эта пленная расскажет нам, что ей известно. Время играло против нас. Мы должны были поспешить и воспользоваться единственной имеющейся у нас объект, Объект, который предположительно принадлежал им в Валете, в Мальта. Указатели обозначают текущее состояние снаряжения каждого солдата. Плюс означает, что снаряжение можно изготовить и экипировать. Ага, понял, вон там плюсик. Каждый солдат имеет набор предметов снаряжения, которые можно применить. Из материалов для снаряжения можно собрать предмет снаряжения И экипировать им солдата. Шлем, да, Дили? По мере продвижения вы будете собирать много материалов для снаряжения, Но всегда можете переиграть задание, если вам нужно что-то определенное. Задача выполнена, командир. Забирайте награды и давайте вернемся к заданию. То есть в данный момент я прохожу как бы обучение. Так, забрать могу? Могу. Так, вот здесь. Ценный ключ ОРБ, который вы только что получили, очень пригодится в нашей борьбе. И я знаю, где его использовать. И где же? Забрать могу здесь, нет? Не могу почему-то пока. Контейнеры с боеприпасами, или как их называют ОРБ, бывают самыми разными. В магазине их можно декодировать с помощью подходящего предмета и получить доступ к их ценному содержимому. ОРБ Депо. Угу, даже вот так вот. Этот ключ как раз то, что вам нужно, чтобы расшифровать ОРБ командира. Взгляните сами. Продвинутый ОРБ. Вот что может находиться внутри в ОРБ командира. С большей вероятностью может оказаться столь необходимым инфа о солдате. Так, чего же вы ждете? А, мы ищем даже ДНК здесь, да? На новых чувачков. ОРБ могут содержать отличные награды. Но это можно выяснить, лишь открыв один из них. Посмотрите, что внутри. И что же тут у нас внутри? Армия Джона Брауна. Эмиль Дюфран. Ага, нашли карточку, да? На него. Замечательно. Прекрасная находка, командир. Этого хватит, чтобы пригласить к нам Эмиля Дюфрана. Я этим займусь. Ха-ха. То есть ты хочешь сказать, что у нас еще один боец появится? Активируй, да? Так, инфокредиты. Ага, мы с собой собрали. То есть можем его вербовать. Эмиль пришел в отряд благодаря хрупкому перемирию. Но как основатель армии Джона Брауна, он обладает большим влиянием и широкими связями. Он у нас с автоматом. О-о-о. Боевик хладнокровный. Отлично. Эмиль предпочитает сражаться в качестве боевика на передовой, нанося урон ручным пулеметом и используя пистолет, чтобы обстреливать определенную цель и добивать слабых. Кого-то он мне напоминает. Начало многообещающее, командир, но нам нельзя останавливаться на достигнутом. Давайте вернемся к компании. Так. Мы можем с собой забрать награду. О-о-о, я получил уровень. Новый. И это прекрасно. Режим игры гильдия. Разблокирован. Гильдия, режим игры разблокирован. Так, присоединяйтесь к другим игрокам, общайтесь и торгуйте. Да? Отлично. А что же дальше? Там, кстати, очень много открытий будет впереди. Теперь, когда вы доказали свои способности, вот ваши задачи на сегодня. Они обновляются ежедневно, так что выполняйте их как можно скорее. Кто-нибудь меня слышит? Требуется помощь. С помехами все идет. Еще одно экстренное сообщение, похоже, от агента 4. Экселон. Исака Брикса. Попробуйте очистить сигнал. Игл-1. Приятно слышать, голос друга. Мне бы тут не помешала помощь. Вытащите меня из этой мясорубки. И я вступлю в этот отряд, о котором вы мне постоянно говорите. Окей. Прекрасно. Выполните больше задачи, и я определю местонахождение Исака, чтобы он мог присоединиться к нам. За дело, командир. Пора возглавить последнюю линию обороны. Как скажете. Так, выбор имени. А, своего. О-о-о. Имя Рэй. И подключился к Google Play. Активировать. Еще, что ли, один боец к нам присоединиться, или? Да? Дэвид Креншо. Он тоже страж, выносливый. Хм. Два умения у него всего. Я могу улучшить? Хо-хоу. После вербовки продолжайте собирать инфу для повышения ранга солдата. Это существенно улучшит его основные характеристики, и разблокирует новые умения и качества. Ага, рейтинг. Мы ему повысим на 5. Будет 85-й. Две звезды. Окей. Обучить. Так, 800 требуем, да, монет? Какой? Сколько? 262. Нифига себе, он вскаканул. Было 85, стало 262. Офигеть. Рейтинг мы ему повысили. Набор новые союзники. Дай-ка я на почту схожу, посмотрю. Обычно тут что-нибудь да будет. Так. 100 кредитов каких-то, да? Или что это у нас тут? Непонятно. Забрали. А, я, видимо, все забрал уже сразу же. Ну да. Можно выходить. Так, задачи. Опа. Забираем сразу же. Так, у нас тут компания, прогресс командира, долг фракции. Ну, как-то вот так вот это все. Операция Мальта. Это у нас... Ага, завершено. Ежедневные задачи. Так, куда же нужно идти-то? В компанию, наверное, да? Или... Или в новые задачи? Ну, новые задачи написано завершено. То есть, это как бы было обучение. Скорее всего, нам нужно идти в компанию. Давай посмотрим. Так, в бой. Ага. Инструктаж-то нам не нужно. А тут что у нас? Докажите свою силу, заслужив все медали во главе компании и получите особую награду. Ага. То есть, я заслужил, да? А здесь... Похоже, что нет. Хм. Слушай, ну, довольно забавно. Перед началом боя вы можете посмотреть рейтинг навыка врага и сравнить его с рейтингом вашего отряда. Сделайте все возможное улучшение, чтобы увеличить свои шансы на победу. То есть, рейтинг врага намного круче, чем у меня. Слушай. А, я могу улучшить своих бойцов же еще. Хе-хе. Вау. У меня команда из пяти персонажей. Так, и мы можем с тобой улучшить их. Обучить. Это, я так понимаю, до третьего уровня. Офигеть. Рейтинг 289. Так, а здесь-то у него что? У каждого солдата есть уникальный комплект оружия, который они могут использовать в бою. Собирайте чертежи, чтобы компоновать новое, более мощное оружие. Окей. Так, у нас есть... Вот такая пукалка зеленого цвета. Нам хватает, чтобы ее изготовить. Ну что же, давай сделаем. Вау. Полуавтоматический пистолет. Так, тут скорпион. Но, видишь, у меня не хватает элементов. То есть, есть обычные, да, редкие, эпические и легендарные. Двести сорок шесть. Рейтинг навыка. Так. Здесь вы можете узнать больше о солдате и его умениях. Разблокируйте пассивные и лидерские умения, повышая ранг солдата. Ага, пока он умеет только делать помощь. Потом еще будут охранные меры. Параметры. То есть, вот все. Базовый урон, силы умения. Нормуль. Мне нравится. Прописано все довольно понятно. Подтверждаем. Двести шестьдесят четыре. Слушай, так мы сейчас всех их будем тут сносить. А здесь мы сделать ничего не можем, да? Только лишь шлем надели. Еще ячейки остаются. Монеты есть, слава богу. Так что, отлично все. Так, обучить. Кстати, здесь можно еще... Во! Шлем надеть. Экипировать. Замечательно. Обучить. Подтвердить. Двести пятьдесят один рейтинг навыков. Так, все что ли? Получается так. Ну что, друзья мои, пора в бой, наверное, сходить, да? Теперь мы намного сильнее, чем наш противник. Дай-ка я, наверное... Слушай, щит поставлю себе обратно, да? Как делать? Ага, вот так вот, да? Щит. Ну, неплохо. Теперь остается посмотреть, насколько мы круты. Хотя я думаю, что мы этого не увидим. Ну, почувствуем зато. Оу! Теперь мы, смотри, с тобой на лодочке. Так. Воу-воу-воу-воу, нифига! Что он там делает? Может, нам щит поставить? Да нет, пока не будем. Вроде терпимо. Так, а есть у них тут медик? Есть, вот он, первого уровня. Это у нас страж, да? Мы медика с тобой уничтожим? Попытаемся. Чтобы он тут не хилял никого. Хоу, все. Ясен перец, эксцелент. Так, щит. Потому что на нашем медике почему-то кровотечение висит. Давай-давай-давай-давай, стража, бомбим! Какой он жирный, а! Все, готов. Так, а это элита третьего уровня, прикинь? Блин, он тоже, ребята, бомбит какой-то фигней по нам. Все. Хорошо, что здесь одна волна. Да, ребята? А так бы, наверное, нас разбомбили бы. Так, ну что? Побед за нами. Вот наши награды. Так, еще немножко, и мы с тобой получим четвертый уровень. Сразу в бой, что ли, отправляют нас? Сразу же, без компромиссов, в бой и все тут. Воу! Могу улучшить, а почему? А, понял, 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 ребята. Мы с вами можем надеть экипировку броня. Слушай, ну я не против. А у тебя что? Какое улучшение? Ну-ка, давай, посмотрим. Ага. Ремни какие-то, да? Ремень, подсумок. Так, а здесь? Все, 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 все. Будем экипировать аптечки первой помощи. Опа. Экипировав солдата всеми предметами снаряжения, вы можете повышать его категорию снаряжения, открывая новые ячейки для более продвинутых предметов снаряжения. Слушай, а вот это круто. Так, давай подтверждать. Категория снаряжения повысилась, да? Теперь уже не простые шмотки, наверное, а надо будет редкие ей втыкать. Ну что же. Довольно недурно. Недурно. Так. Ну что, в бой нам остается только решить. Следующая битва. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет происходить. Опять на лодке. Но это можно пропустить все, ребята. Не обязательно смотреть. Со всей этой охраной фронтальная атака не сработает. Нужно нанести стратегические удары по периметру, сосредоточить тех сил и организовать прорыв. Это о чем вообще сейчас было сказано? Важно в каждом бою выкладываться на полную. Идеальный результат в виде трех медалей докажет ваше мастерство и поможет быстро зарабатывать ресурсы. Чтобы получить все три медали, вам нужно выполнить задание без потерь и в указанный срок. В этот раз я вам помогу, но дальше вам придется справляться самостоятельно. Да без проблем, е-мое. Так, уничтожаем медика. Сосредоточить огонь. Куда, куда, куда? Он спрятался. Твою же дивизию, ты прикинь? Он спрятался. Так, кому нам повесить-то? Сюда, наверное. Щит. Что-то нам кровотечение вешают всем, а мы нифига. Так, медик упал там. Ну-ка. Шлепнем. Фигач, чувак, за рабовиком. Ну. Бонус атаки. Е. Периметр первой зоны прорван. Сюда направляется подкрепление. В плане, какое еще подкрепление, блин? А, это в следующий раз, да, будет подкрепление? Победа. Естественно, ребята, продолжаем. И смотрим, что дальше. Убедительная победа, командир. За каждое задание полагается особой наградой. И любое задание можно выполнять по несколько раз ради получения ресурсов. Ага. Вы можете переиграть любые из уже выполненных заданий. А раз вы уже заработали все три медали, то можете воспользоваться автопобедой. И тут же получить награды за задание. Ага, я понял. Вот у нас с тобой есть автобой. Вот какие награды вы получите. Их хватит на первое время. Но не стесняйтесь возвращаться, когда заблагорассудите, чтобы быстро пополнить свой запас предметов или набрать опыт командира. Окей. Все предельно ясно. Сейчас мы должны вернуться к выполнению текущего задания. Не время ослаблять напор. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы с вами будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!